Второй раз просто не получится. Для этого нужен определенный уровень таланта, для этого нужен определенный уровень уверенности в себе и определенная песня. Вы думаете, у Сереги получится? Привет, ребята, это Рамузыка. Ну что, у нас появились бешеные новости. Я решил записать это видео прямо сейчас, посреди, я бы сказал, ночи, но у нас уже утро. Я всю ночь не спал, и тут такая новость. Сергей Лазарев в своем инстаграме запостил фотографию в полоборота с надписью «Серкейс Бэк! Евровижн 2019!» Наша рубрика «Евромедение» начинается прямо сейчас. С этой новости также официальный аккаунт Евровидения в инстаграме выложил подобную фотографию. Кстати, как пошутил Тимур Родригерс в комментариях, я подумал, что это не очень смешная шутка, но сейчас понял, что довольно жизненная будет для многих россиян. Если просто так перевести надпись с английского, то она переводится как «спина Сергея». Особенно занимательно то, что Сергей стоит в полоборот, фактически показываю свою спину, типа «Ха-ха, смотрите!» Мол, а у вас спина, как говорится, белая. Скоро апрель, 1 апреля день дурака. Ничего. Сергей Лазарев едет на Евровидение в этом году. Какие ваши впечатления? Я видел, интернет разорвался от разного рода эмоций. Большинство из них, стоит отметить, положительные. И у меня есть тоже свои мысли по этому поводу. Соберите все свои мозги евровиденские сейчас в руки и давайте поразмышляем. Многим нынешняя ситуация может напомнить ситуацию с Димой Биланом, который сначала не выиграл на Евровидении, потом через пару лет поехал снова и выиграл. И все-таки «Вау, да, супер, классно!» У Сергея Лазарева получится точно так же, ведь правда? Ха-ха-ха, как бы не так! Дело в том, что таких случаев было много на Евровидении. Люди даже, бывало, возвращались после победы выиграть еще раз, думая, что, значит, это так работает. Раз ты выиграл, значит, ты молодец, и ты выиграешь еще раз без проблем. Были такие, как Сакис Рувас из Греции, по-моему, любимчик. Тоже такой, знаете, лазаревский типаж, типа такой весь на сексе, на, значит, на напористости. По-моему, у него так и не получилось выиграть. Он там постарался еще в 2007 году и до этого несколько раз пытался. Сейчас уже больше не выступает. Такой, знаете, Инрика Иглесиевский тип. Иглесиевский, отлично. Но с Лазаревым другая ситуация. С Лазаревым все немножко по-другому. Дело в том, что пару лет назад, в 16-м году, когда он уже участвовал с песней You're the Only One, да, он так назывался. Очень типичная песня для Евровидения. Он завоевал сердца огромного количества людей своим выступлением, своей харизмой. Он пел вживую, все понимали, что песня сложная. Он там забирался, значит, по этой стене из тряпочек. Потом он встал наверх. И он орал еще where you are. You're the Only One. Камера отлично все показывала. Двигалась туда-сюда, летала-вертелась. Выглядело очень захватывающе. Хотя, наверное, из зала это смотрелось не очень зрелищно. Но по телеку мы все просто офигевали. Значит, Сергей Лазарев завоевал всемирную любовь геев. Всемирную любовь девушек. Значит, красавчик, хорошо поет. Молодой, симпатичный, весь такой стеснительный, короче, образец звезды. Песня была еще прям, ну, типичная Евровидения. Возможно, поэтому она и не победила. Потому что противостояла ей такая нетипичная Джамала. Со своей песней... Короче, я не знаю слова... У меня голос сел, у меня горло болит. Но, кстати, тембр немножко похож. Что будет в этом году? Я, между прочим, очень даже excited. It's getting exciting. По поводу выступления Лазарева. Потому что... Потому что я считаю, что это отличный шанс для России. Просто прервать всю эту череду, как говорится, скалолазания по горам. Которая была в прошлые годы. И начать все с нуля. Потому что Сергей Лазарева любит. Это как ситуация с Биланом. Когда он поехал второй раз, всем уже было плевать, что он там споет. Все такие... Дмитрий Биллиан! Значит, сейчас будет Веступрайт. Давайте смотреть. Все были в шоке. Все уже готовились за него голосовать. Сейчас я вижу подобную ситуацию на аккаунте официальном Евровидении. Люди пишут сразу... О, господи, Сергей! Раша 2020! Значит, встюетимся! Увидимся! Все такие счастливые, довольные! И ты думаешь, вау, неужели нам придется... Нам у нас все перевернуть? Пока что песня даже не анонсирована. 9 февраля вечером будет программа «Привет, Андрей!» на канале «Россия». Канал «Россия» отвечает за Евровидение в этом году. Филипп Киркоров готовит номер. Может быть, покажут песню в этот день? Не знаю. Но мы ее тоже послушаем, как только она выйдет. Но сейчас у меня такие впечатления положительные. Не знаю насчет выигрыша. Как вы думаете, сможет ли он выиграть? Я не знаю, глупо сейчас что-то предполагать. Потому что мы и не слышали. Я не слышал никого вообще из участников. Я знаю, имеется уже несколько участников. Может, их 2-3, может, их 5-10. Но, короче, какие-то страны уже что-то там выставили. Самое интересное... То есть, сам факт, что мы заочно, не зная песню, не зная других участников, можем уже предсказать положительный итог для Сергея Лазарева, это уже о чем-то говорит. Это говорит, что есть та небольшая ноточка хайпа, которая и нужна для победы на Евровидении. Для победы на Евровидении нужна шумиха еще до конкурса. Если ты ее создал, и либо ты кукарекаешь, либо ты там пердишь в микрофон со звуком скрипки, значит хорошо. Плюс к этому Россия выступает во второй половине второго полуфинала, если я не ошибаюсь. То есть, в конце конца. И это все хорошо сказывается на зрителях. Зрители лучше запомнят выступление, у зрителей больше шансов проголосовать. Осталось не запороть песней. Естественно, Лазарев прикидывался, что он не в курсе, что и как происходит. Я думаю, что песню уже готовили. Если ее не покажут 9 февраля, то она все равно уже в разработке. Я не удивлюсь, даже если уже и клип сняли, хотя Лазарев в туре был все это время и давал концерты. Я думаю, все это возможно, все это выполнимо. Угу. Вообще да. Вот говорю без остановки. Надо остановиться бы, да подумать. Подумать, что может быть. Лазарев есть несколько ходов. Несколько ходов, чтобы удивить аудиторию. Он может это сделать, как Билан. Билан не слишком изменил стилистику песни, но она стала более такой, более трогательной. Believe it, I don't need a breath. И причем он оставил вот эту движущность, вот этот евровиденский флер на песне Believe, но убрал тупую попсятину, которая была в песне Never Never Let You Go. Вот сейчас Thunder and Lightning звучит точно так же. Thunder and Lightning. Что же они сделают? Балладу сделают? Если они ее сделают, Лазарев ее вытянет, потому что Лазарев умеет петь. Умеет петь вживую. Как умеет петь Полина Гагарина. И Лазарев, безусловно, споет. Но это должно быть что-то супертрогательное. Я не знаю, он должен быть, я не знаю, голый в подтяжках и с какими-нибудь крыльями из белых тряпок, торчащими со спины. Что-то должно быть такое. Значит, в Лазареве есть все. В Лазареве есть секс. Ну, то есть симпатичность, как это называется. Ну, в шоу-бизнесе это называется просто секс. Это не значит, что артист занимается сексом на сцене. Это значит, что он довольно привлекательный, что заставляет держать часть зрителей у экранов вне зависимости от песни, которую он исполняет. Значит, у Лазарева есть Голас. Это есть и у Александра Панаютова, который тоже мог поехать. Но Александр Панаютов более скромный артист. Лазарев, мне кажется, знает и умеет как себя продать. Все-таки он же столько лет, что в бизнесе. Он может позаигрывать с интервьюерами. Он умеет, значит, стесняшкаться. Может, он в жизни такой и есть стеснительный. В чем я немного сомневаюсь. Но, может быть, для него экспириенс давания интервью и общения с фанатами такой трогательный. И он стесняется всегда. У меня, по крайней мере, так с подписчиками. Не то, чтобы я звезда. Но я сразу начинаю смущаться. Я начинаю стесняться. Хотя на видео, вы видите, я как бы пою песню «Билана не хуже Билана». Так что не будем мы в этом году залазить на гору. Не будем мы в этом году вокруг себя расставлять бальных танцоров, которые будут танцевать. Понимаете? Но мы все равно не сломаемся. Вот главная суть нашего выступления на Евроидении. Что же будет? Как будет? И зачем будет? Нам только предстоит узнать. Ребят, что вы думаете? Вот такие мои первые впечатления. Неплохие. Довольно позитивные. Мнение может поменяться. Не удивляйтесь, если следующее видео будет «Лазарев». «Лазарев уже суждено просрать на Евровидении». Не удивляйтесь. Это вот все, что я чувствую на данный момент. Я решил, что нужно поделиться. Все равно я вот встал и помылся. Я зря что ли это все сделал, когда я могу записать видос и послушать, что вы думаете. Как говорится, сразу моментальная обратная связь. Подписывайтесь на Инстаграм, пока я заканчиваю говорить. Он где-то здесь. Там у нас прямые эфиры. Там, кстати, возможно, будет прямой эфир Евровидения, как в прошлом году. Вот так вот по секрету вам скажу. В прошлом году смотрели. Я даже не думал, что вам понравится. Прикольно получилось. Вот. Периодически прямые эфиры там проводим. Не периодически, а даже часто. Ссылки на группу ВКонтакте и на все остальные группы и соцсети здесь можете найти и в описании. ВКонтакте у нас будет стрим Грэмми 10 февраля в ночь с 10 на 11. Только там. В HD. В лучшем качестве. С чатиком, с донатиками, со всем общением. С красной дорожкой в том числе. Приходите в группу ВКонтакте. Там в шапке группы все написано. Время. И все по поводу церемонии. Ну и все. Давайте высказываться. Что вы думаете по поводу Лазарева? Тут может быть огромное, сильнейшее, бурное обсуждение. И я жду ваших мыслей. Ну что? Все. Пока. Увидимся, увидимся. Очень скоро. Увидимся, увидимся. Два раза повторяю, потому что может кто-нибудь не слышит. Ну что? Закончим на песне. I want, bro! Голос-то еще сильнее сел.